Для психической энергии очень важно, чтобы то, что видят глаза, ест рот, слышат уши, чтобы вот это все приносило состояние радости и счастья. Потому что психическая энергия накапливается напрямую, исходя из внешних раздражителей. Смотрите, если я рассматриваю картину, и картина мне нравится, я накапливаю психическую энергию через глаза. Если мне нравится музыка, я накапливаю психическую энергию через уши. Если мне нравится вкус еды, она не безвкусна, то я накапливаю психическую энергию через то, что принимает мое... Если я еще и обнимаю кого-то и губами прикасаюсь, то таким образом тоже накапливается психическая энергия. Так мы и накапливаем психическую энергию, и, как правило, это делаем через свою голову. Почему? Не напрасно Бог создал человека так, что именно на голове находятся у него уши, нос, губы. Это не напрасное состояние, которое позволяет трансформировать психическую энергию. Это значит израсходованная психическая энергия. Таким образом, если психическую энергию человек израсходовал, то восстановить он может ее, только испытывая состояние удовольствия. И состояние удовольствия можно испытывать только в том случае, если у человека есть элемент восхищения.